Дом номер 36 по улице Комсомольск, один из старейших многоквартирных домов в городе Кузнецкий. Дата постройки 1929. За 81 год капитальный ремонт здесь не производился ни разу. Жильцы дома еще в 2008-м решили принять участие в целевой программе по капитальному ремонту. На оформление документов и сбор средств ушло около года. Подготовили пакет необходимых бумаг, собрали деньги, составили смету, определили первоочередные виды работ. И в 2010-м вступили в программу. Управляющей компанией РЭО представителями дома комиссионно был выбран подрядчик. И в начале августа работы должны были начаться. Но не все так просто. Оказалось, что пензенская строительная организация не готова реконструировать такой сложный объект. Проблемы были, понимаете. Сначала был подрядчик из Пензы. Но у нас очень сложные конструкции дома. И этот пензенский подрядчик у нас отказался. Пензенский подрядчик отказался. Намечался простой в работе. Управляющая компания РЭО оперативно взяла ситуацию под контроль и направила новую подрядную организацию. На этот раз Кузнецкую. Строители приступили к ремонту крыши, замене проводки, перекрытие оконных блоков в подъездах. И, возможно, они бы не уложились в определенный договором время. Так как изначально сроки-то были сорваны, помог контроль бдительных жильцов дома и управляющей компанией. Я каждый раз выходила сама, беседовала с ними, беседовала с руководством. Валерий Ефимович, главный инженер, сам приезжал. Мы с ним беседовали. Вместе с 36-м домом по улице Комсомольской участниками программы в этом году стал еще 31 многоквартирный дом. И во всех этих многоэтажках сроки завершения капитального ремонта переносились неоднократно. Причин несколько. Но главное – отсутствие надлежащего контроля за подрядными организациями. И, как следствие, их безответственность в проведении ремонта. На выполнение всех видов работ на основании конкурса было выбрано 10 подрядных организаций, которые вроде бы отвечали требованиям тендера. Но в результате большинство подрядчиков договорные условия по разным причинам не выполнили и сорвали сроки. На сегодняшний день ремонт наконец-то завершен. 32 многоэтажки – это те дома города Кузнецка, которые в специальной комиссии были признаны худшими в техническом плане. В связи с тем, что средству было выделено только 58 миллионов 800 тысяч рублей, а изначально планировалось 170 миллионов на 36 домов, общим собранием собственников квартир и руководителей управляющих компаний были выбраны самые необходимые виды работ. И точно так же совместными усилиями отбирались и подрядные организации. Но на поверку большинство из них не оправдали доверия. Сегодня жильцы этих домов уже перестали нервничать, так как основное-то сделано, и к зиме объекты готовы. Но ведь можно было бы обойтись и без нервных ситуаций. Уже сегодня городские чиновники разного уровня и руководители управляющих компаний думают о том, как изменить условия проведения конкурса, чтобы среди участников не было виртуальных и нагородних фирм, с которых потом трудно или невозможно спросить за несоблюдение договорных условий. Анализируют ошибки этого ремонтного сезона и руководители ответственных служб. Мы отбирали на каждый объект из 7-8 подрядчиков, подавших документы на участие в комиссионном отборе. Отбирала подрядная организация и комиссия. В состав комиссии входили 3 представителя заказчика управляющей компании, 4 представителя администрации города Кузнецка и от 3 до 5 человек представители собственников жилья, которых выбрали на собрание. Подрядчики отбирались по принципу, какой у них опыт работы вообще в плане капитального выполнения работы по капремонту жилья. То есть выигрывали те организации, у которых этот опыт есть. Отбирались подрядные организации, которые в предыдущие годы зарекомендовали себя как, скажем так, более-менее благополучные подрядчики, которые не срывали работы выполненные, проделали их вовремя, сданы вовремя объекты были. И тем не менее получилась такая ситуация, что 3 подрядных организации, одна из которых мы видим в первый раз, это стройхолдинг Пеннинская организация, по всем трем объектам срвала сроки проведения работ. Сейчас работа там, все завершены, дома сданы. Значит, зал спецстрой, это наша Пеннинская организация, с Кузнечья не слышали, раньше называлась она акционерное общество «Агрострой». Значит, в прошлом году прекрасно сделали оба объекта, которые ремонтировали, уложились в сроки, никаких проблем не было. Значит, два дома задержали с выполнением работы, график, причем, сорвана серьезно. Сейчас все работы, предусмотренные с метой этой организации, завершены. Но, тем не менее, мы вынуждены, исходя из договорных отношений, предъявить штрафные санкции к этой организации. Размышляют об этом и местные депутаты. Я считаю, что в этом вопросе, как и в других городах, релегатив надо оставлять за своими, смотреть свои организации строительства, которые себя оправдали, из которых можно здесь спросить. Винить только подрядчиков все же не стоит. На невыполнение договорных условий повлияла и несогласованность жильцов. В следующем году при проведении капитального ремонта этого нужно будет избегать. То есть заранее, до начала реконструкции, определять все виды работ. Избегать намерены и подрядчиков этого сезона. Однозначно на комиссионном отборе, еще раз повторяю, одна треть от комиссии – это собственники жилья, собственники квартир. Они вместе с нами отбирают себе подрядчиков. И, конечно, если были замечания по этому году, вряд ли будут шансы у организации, прострафившись, победить в комиссионном отборе с года 2011. Вряд ли. Такого просто не случится. Спросить с нерадивых подрядчиков планируют уже сегодня. Несколько претензионных писем в суд городская администрация уже направила. Все они по поводу невыполнения договорных условий. А на перспективу в 2011-м целевая программа по капитальному ремонту на территории Пензенской области работать будет. Только вот в чем дело. Наш регион свой лимитированный ресурс федеральных средств уже исчерпал. Это ни много ни мало – почти 2 миллиарда рублей. А поскольку область в лидерах по освоению средств Федерального фонда содействия ЖКХ, в 2011-м мы можем рассчитывать на дополнительные средства. У нас есть шанс получить денежные средства в Пензенской области в виде дополнительного бонуса, так называемого. В каком объеме будут выделены деньги, я сказать сейчас не могу. И вряд ли кто-то в администрации в Пензенском регионе скажет, в правительстве областном. То есть сдаем весь пакет документов по освоению средств. Значит, оформляет область заявку, которую вот сейчас формируют наш муниципалитет и все остальные районы. Значит, сколько выделить деньги, денег сказать никто не может. Сколько получит область в целом, решат на уровне правительства страны. А по городу Кузнецку на сегодня уже 70 многоквартирных домов готовы стать участниками целевой программы. А по 40 уже оформлена проектно-сметная документация. Что ж, остается только ждать решения правительства.